По состоянию на 25 мая 2020 года в Одесской области зарегистрировано 832 случая коронавирусной болезни, подтвержденные методом ПЦР. Из них 192 жителя города, 640 жители Одесской области. Одесса 192, Подольск 310, Котовский район 75, Беляевский 79, другие районы Одесской области 75. 36 пациентов находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице, в том числе 32 городской житель, 1 житель области. 5 пациентов находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации на кислородные поддержки без ЭВЛ. У 28 пациентов состояние средней тяжести, 26 городских, 2 областных. По возрастному составу до года 1 пациент область, от 14 до 18 1 пациент город, от 18 до 55 лет 17 пациентов, 15 город. Старше 55 лет 17 пациентов, 16 городских. Летальных случаев 6, выздоровщих 57 человек. Всего на 25 число в инфекционной больнице находится 163 человека, из них 89 с подозрением, на COVID-19. С 18 05 по 25 05 заболело 28, выздоровело 25 человек. Выполнено 2837 быстрых тестов, получено 165 положительных результатов. 85 пациентов с COVID-19 из числа жителей города проходят лечение на дому, на самоизоляции. Проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Также забор ПЦР-тестов проводится в инфекционной больнице, мобильными бригадами, во всех стационарах взрослых и детских, а также в родильном доме номер 2. В городских лечебных учреждениях на стационарном лечении находится 125 пациентов с пневмонией, из них старше 60 лет 12 пациентов. По состоянию на 25 05 под наблюдением семейных врачей в центрах первичной медико-санитарной помощи переданы 1277 контактных лиц, из которых у 78 за прошлую неделю карантин закончен, и они были сняты с изоляции. Всего с начала эпидситуации сняты с изоляции 899 пациентов. Беременных женщинам с подозрением на COVID размещают во втором родильном доме. Всего с подозрением одна пациентка. Продолжают работы три мобильные бригады Центра неотложной медицинской помощи для проведения тестирования быстрыми тестами на COVID-19 и забора биоматериала, для проведения ПЦР-диагностики пациентам, находящихся на амбулаторном лечении, самоизоляции и под обсервацией в санатории Куяльных. Бригадами за весь период проведено 1317 тестирований на COVID-19, за последнюю неделю 80 экспресс-тестов и 278 ПЦР-ов. Помимо диагностики и оказания медицинской помощи больным на COVID-19, необходимо обеспечить максимально безопасные условия труда медицинских работников в соответствии с постановлением Кабинета министров. Отмечается распространение заболеваемости среди медицинских работников в Одесской области и их количество коррелирует с показателями по Украине. Это где-то 20%. На лечении в городской инфекционной больнице находится 13 медицинских работников города Одессы. Выздоровели 4. Два врача, одна медицинская сестра, одна младшая медицинская сестра из 10 ГКБ. Умер врач-ренематолог из 10 ГКБ. С целью внедрения инфекционного контроля разработаны алгоритмы действий медицинского персонала при подозрении у больного коронавирусной болезни. 22 мая Департаментом здравоохранения проведено онлайн-совещание в режиме видеоконференции с лечебными учреждениями второго уровня. По повестке дня были освещены состояния выполнения основных требований нормативно-правовых актов противодействия распространения респираторной болезни COVID-19, вопросы финансирования деятельности лечебных учреждений, а также ход реализации отдельных вопросов реформы медицинского обслуживания населения. Путем опросника во всех лечебных учреждениях были собраны текущие оперативные данные. Планируется продолжение опыта проведения совещания видеоконференций ввиду крайней эффективности, применяемальных затратах и полном соблюдении ограничительного режима. В инфекционной больнице дештатным расписанием предусмотрено 838 ставок, 195 из которых были введены дополнительно на случай ухудшения эпидситуации в городе по COVID. Всего в больнице работает 506 медицинских работников. За период с марта по май текущего года уволился 21 сотрудник. Из уволившихся врачей не было. Три медицинских сестры, 18 младших медицинских сестер. В подавляющем большинстве это медицинские работники, проживающие в Одесской области. Увольнение сотрудников обусловлено работой общественного транспорта, особенно железнодорожного, приостановка учебного процесса в детских садах и школах и по семейным обстоятельствам. В то же время на работу в учреждение пришло 30 средних и младших медицинских работников, в том числе студенты Одесского национального медицинского университета, что позволило организовать лечебно-диагностический процесс в учреждении на должном уровне. На сегодняшний день есть вакансии 5 ставок медсестер и 6 ставок среднего и младшего медицинского персонала. Вопрос кадрового обеспечения инфекционной больницы остается на постоянном контроле Департамента здравоохранения. В 10-й ГКБ на стационарном лечении остается одна пациентка, у которой был вывен COVID-19. Диагноз коронавирусной болезни у нее уже снят по ПЦР-тестам. Два ПЦР-теста ей было произведено. Пневмония разрешилась, пациентка продолжает лечение по урологическому заболеванию. Ей проводится гемодиализ по жизненным показаниям. В настоящий момент планируется ее перевод в другое учреждение. С 5 мая по настоящее время госпитализация в 10-й ГКБ приостановлена, за исключением отдельно стоящего корпуса, ожогов и политравмы. Проведен большой объем мероприятий по устранению очага. В этом году произведена специальная дезозработка, плановая помывка и текущий мелкий ремонт во всех структурных подразделениях основных корпусов больницы. Усилен инфекционный контроль. Проведены дополнительные занятия по использованию индивидуальной защиты среди сотрудников, а также 105 внеплановых проверок их использования. Выписаны практически все пациенты большинства отделений больницы. По состоянию на 25-е обследовано 586 сотрудников 10-й ГКБ, что составляет 100% медработников больницы. Данный случай является беспрецедентным не только для Одессы, но и для Украины, что свидетельствует о больших усилиях устранения очага. Выявлено 25 ковид-положительных сотрудников. Из них 8 проходят лечение в стационарных учреждениях, 12 находятся на самоизоляции, 4 выздоровели, 1 погиб. Выделена группа из 75 сотрудников, которые контактировали с ковид-положительными лицами. Запланировано продолжать их контрольное ПЦР-тестирование. Каждые 5 дней проводится повторный ПЦР-тестирование сотрудников, окажущих медицинскую помощь. Общее количество ПЦР-тестов среди сотрудников достигло 704. Разработан план поэтапного открытия отделений 10-й ГКБ. Продолжается обеспечение оборудованием городских учреждений здравоохранения за счет городского бюджета, так и за счет меценатов. За счет бюджетных средств инфекционная больница получила передвижную рентген-установку АМАК-101А производства Швейцарии, рентген-трубка производства Франции. За счет средств китайских меценатов при непосредственном участии Департамента международного сотрудничества и маркетинга Одесского городского совета получены 70 тысяч защитных масок. При этом следует отметить обеспеченность учреждения здравоохранения города Одессы индивидуальными средствами защиты, медпрепараторами, которые участвуют или готовы сделать это в борьбе с коронавирусной инфекцией, находится на достаточном уровне и сформирован запас, который постоянно пополняется. Тут можно видеть инфекционная больница, второй родильный дом, первая больница, десятая, пятая, третья детская больница, одиннадцатая ГКБ. Выполняется постоянный мониторинг средств индивидуальной защиты и запасы пополняются постоянно. Контроль за обеспеченностью средствами индивидуальной защиты, медицинским оборудованием, персоналом и лекарствами осуществляет Департамент здравоохранения Одесского городского совета, Департамент здравоохранения Одесской областной государственной администрации, госпредприятия «Медицинские закупки Украины» и Кабинет министров Украины. Финансирование учреждений здравоохранения, которые работают с COVID-19, осуществляется через Национальную службу здоровья. Контракты по COVID-19 заключили инфекционная больница и второй родильный дом. Решается вопрос об исправлении ошибки по Детской городской клинической больнице, номер 3. Они вместо 3 написали постановление Кабинета министров 2. В соответствии с поэтапным восстановлением некоторых сфер хозяйственной деятельности, и возобновлении работы детских дошкольных учреждений разработаны временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина и в связи с распространением коронавирусной болезни. Приказом Министерства здравоохранения от 20.05 изменена процедура тестирования на COVID-19. Так теперь наряду с исследованием ПЦР будет широко внедряться исследование методом ИФА иммуноглобулинов М и G разных категорий лиц. В настоящий день в мире разработаны тест-системы для иммуноферментной диагностики COVID-19. Они известны как ИФА-тесты. По результатам ИФА-диагностики можно определить не только инфицирование COVID-19 в острой стадии заболевания, но и наличие антител COVID-19. Наличие иммуноглобулина G говорит о том, что человек переболел COVID-19, даже если заболевание протекало бессимптомно. Системное здравоохранение города планирует широко использовать метод ИФА для диагностики в вопросах борьбы с COVID-19 и проводить эти исследования на базе городских лечебных учреждений. Согласно постановлению Кабинета министров Украины 20 мая, вводится послабление противоэпидемических мероприятий, приняты соответствующие решения о возобновлении детских дошкольных учреждений и объектов общественного питания. Также Министерством здравоохранения Украины отменен приказ, вводивших ограничения на работу амбулаторной сети, плановая медицинская помощь. Поэтому департамент планирует снятие ограничений на работу амбулаторной сети в ближайшие дни, в том числе на работу медицинских комиссий, которые обеспечивают медицинский осмотр сотрудников детских дошкольных учреждений. Спасибо за внимание.